А я такой человек, я бралась за любую работу. И пошла я работать продавцом. Ты сейчас из дома меньше, чем за полмиллиона не выезжаешь. Я человек, выросший в бедности, я люблю люкс-комплексы. Мы сегодня будем делать челябинские губы? Будем. Она сделала парик. Парик стоит 58 тысяч. Все звезды носят парики. Так приятно с тобой общаться, потому что мы говорим с тобой про одно и то же время. Откровенный макияж с Натальей Жек. Всем привет! Я сегодня не накрашена, а это значит ваша любимая рубрика. И сегодня вы, уже знаю, в предвкушении. Сегодня у меня мой любимый гость, мой любимый визажист Яна Панфиловская. Ура! Привет! Привет! Рада тебя видеть. Взаимно. Очень-очень. Ну, уже прям сразу понятно, что это ты. Вот я звезда. Уже все тут супер подготовлено. А вы наверняка не знаете, но я вам скажу, что все наряды, все прически, все образы готовят мои гости. И Яна, мне кажется, не могла не сделать вот такой потрясающий образ. Пишите уже в комментариях, на кого я сегодня похожа. Я думаю, что тут несложно догадаться. Пишите, остановите видео и напишите в комментариях. Ну что, Яночка, правило игры. Да. Ты красишь. Да. Постоянно. Отличаешь на вопросы. И в прекрасной беседе мы творим это волшебство. Я согласна. Я очень хочу пообщаться с тобой, во-первых, Наташа, с своими зрителями и сделать классный образ. Тогда давайте начнем. Давайте. Ян, сколько ты в профессии? Я в профессии уже 14 лет. Где-то вместе, да, начинали? Да, да. Я помню весь, на самом деле, твой путь, Наташа. Помню. И я, на самом деле, честно признаюсь, с тобой восхищаюсь как личностью. Потому что я помню, как ты начинала и как ты работала, сколько ты работала. И это не может не восхищать. Поэтому я тебе прям от всей души говорю, что ты просто нереальная молодец. Спасибо большое. Мы мицеллярная водичка, да, протираем? Да. А ты всегда клиентов протираешь? Зачем тебе это? Мицеллярку? Я люблю мицеллярную воду. Во-первых, она хорошо подготавливает к макияжу. И мицеллярная вода, знаешь, Наташа, она еще часто шелушки вот эти убирает. То есть прям я протираю, особенно где шелушки, очень хорошо убирает. И стойкость макияжа. Потому что у меня клиенты всегда отмечают именно стойкость. И вот я всю свою команду отучила. У нас все клиенты всегда говорят, что макияж очень долго держится. Да, а ты снимаешь потом мицеллярную воду? Я тоником в основном снимаю. Тоником. Тоником можно водой, но как-то водой мне некомфортно. Да, обязательно снимайте мицеллярную воду, потому что это все-таки павы, какая бы... Если бы даже производитель пишет не снимать водой, то... Ну просто нас смотрят не только визажисты. Я хотела бы, чтобы мы еще были немножко образовательным таким проектом. Вот расскажи про свой путь. Я же тоже за тобой слежу, поэтому я не хочу рассказывать о тебе. Я училась. Начнем с того, что я родилась в городе Владивосток, и мы в 98-м году переехали в город Челябинск. В 98-м году это сколько тебе лет было? Мне было 11 лет. А, ты маленькая еще приехала, да? И, собственно, оттуда я начала, скажем так, свой путь из своего же города. И пошла учиться на... Хотела, точнее, была страсть всегда к макияжу. Пошла учиться на визажиста, но в тот период у меня произошли такие сложные события с моими родителями. Мы переехали, когда в Челябинск... В работе родители переехали? Нет, я осталась на тот момент без родителей. У меня родители, ну, к сожалению, да, и ничего страшного. Трагически погибли, и мы остались с бабушкой вдвоем, вот, и жили там на это пособие. И, собственно, я... Это вы когда переехали? Да, когда мы переехали в Челябинск. Там с родителями что-то случилось? Ну, у меня родители, да, у меня папа уехал жить в Австралию. Он развелся, уехал жить в Австралию, женился на Австралийке, и там трагически погиб, к сожалению. Вот. А мама нас хотела перевезти в Челябинск, потому что тут у меня жили в Челябинске мои родственники. И в Челябинске она нас перевезла, и на тот момент, к сожалению, тоже она трагически погибла. В общем, я осталась в 11 лет с бабушкой в незнакомом городе, без никого. А бабушка жила в Челябинске или нет? Бабушка, она сама из Челябинской области, и когда я родилась, мама уже жила в Владивостоке, они туда переехали, и она попросила бабушку приехать за мной ухаживать, в общем, за маленькой. То есть она со мной сидела, а мама работала. Вот. И мы остались, получается, одни в незнакомом городе, и стали жить там, ну, там, на пособие, вот эта вся история по сиротству. И потом, значит, я заканчиваю школу, заканчиваю школу. На тот, кстати, момент я уже знакомлюсь со своим мужем будущим, да, с Ромой. Вот. Знакомлюсь с мужем, и бабушка моя сказала, что Яна такой хороший парень. Она прям как-то в него сразу поверила, говорит, давайте-ка жить все вместе. Вот. И мы стали жить вместе. А он старше тебя? Он на 6 лет мне всего старше. Мне было 16, ему было 22. Серьезно тебя старше? Ну, это сейчас, да. Я не про разницу в возрасте, а про то, что, ну, это взрослый уже человек, что бабушка реально почувствовала, что можно. Да, она как-то к нему сразу прониклась. Он тоже там гол как сокол, приехал из Крыма. И, получается, когда он приехал из Крыма, мы сразу жили вместе, сразу стали жить вместе. А где вы познакомились? А познакомил наш друг общий. Он стригся у него, он у меня парикмахер. И он у него подстригался, и в итоге говорит мне такой, говорит, Яна, у меня такой парень есть хороший, я у него подстригался, вот давайте я познакомлю. Собственно, вот случайно, на самом деле. Познакомились, и в итоге мы стали жить вместе, и вот тоже он работал парикмахером, я еще, грубо говоря, школу заканчивала. Ну, по крайней мере, уже хоть какой-то доход был, да? Ну, как бы, не только пособие. Да, да, Рома там что-то зарабатывал тысячи три, наверное, в месяц. И вот у нас, получается, я еще не работала, училась, мы жили на пособие. А ты хорошо училась или так себе? Слушай, я училась, знаешь как, я была такая очень активная, училась я, что мне нравилось, то у меня получалось. Мне нравились иностранные языки, как-то они у меня так нормально получались. Вот, а всем точной науки нет, это не мое. А ты пошла в институт? Вот, да, я, значит, потом поняла, что хочу работать, хочу идти на визажиста. Это же очень круто, потому что он у тебя в бьюти-сфере, даже мужчина этим занимается, твой мужчина этим занимается. Что тебе как бы параллельно можно чем-то таким тоже около бьюти заниматься, да? Да, и, ну, меня всегда реально тянуло к этой сфере макияжной, не знаю, как-то вот, знаешь, на подсознательном каком-то уровне. И потом, значит, мы увидели с Ромой, что есть такая школа, форум макияжа. На тот момент она была, знаете, такая очень... В Москве? Нет, в Челябинске. В Челябинске, да. По-моему, Лена, да, тоже мне говорила меньше, что она там тоже училась. И она была очень такая популярная, эта школа, ну, а у нас-то денег не было. И я пошла работать продавцом на обувь, пошла работать продавцом на обувь, думаю, сейчас поработаю. Да, да, да. И заработаю денег, и пойду учиться. Ну, и там сложимся с Ромой, что у нас там, какой бюджет есть совместный. А он в салоне в каком-то работал или сам снимал? А, он работал в салоне, да. Вот он приехал из Крыма, и на следующий день он настроился в салон уже работать, да. То есть прям резко привез его друг. То есть он был военный, он говорит, приезжай в Челябинск, он такой, ну, окей, собрался за два дня. Ну, молодость, это такое быстрое решение, такие предпринимаются. Я, кстати, скажу, что я тебе нанесла. Да, потому что приятненько было. Да, был тоник Траорики, это корейский бренд, очень крутой. Вот он мне подщипывал, кстати. Чуть-чуть подщипывал, но он с витаминами. Там, наверное, есть кислот немножко. Нет, кислот там нет, там витаминки всякие в составе, да. Ну, как бы это неплохо, что подщипывал, я не буду. Да, но он очень круто делает такое сияние, разглаживает кожу, увлажняет очень хорошо. Но я помню, что ты и Пикси рекомендовала. Пикси тоже крутой. Крутой, вот он мне очень нравится, как работает с клиентами, но на мне... Сильно щипает, да. Чипит вообще лицо. Да, но там кислот прям достаточно. Да, там много. Я еще взяла тебе сыворотку, я обычно даже параллельно сразу наношу. А я видела, что ты вот так вот соединила их вместе, да? Да, да, я параллельно могу наносить. Это сыворотка с неоцинамидом, витамин B3, который тоже разглаживает, восстанавливает кожу. И очень классный у Сенсай флюид. То, что он мягкий, да, и он хорошо вот разглаживает текстуру кожи, прям супер. Супер. И пошла я работать продавцом на обувь. Я помню, я что ей продавала? Какую-то немецкую обувь. И значит, что дальше произошло? Мы узнали про этот форум. Он был на то время очень-очень популярный. Эта школа эта. Сейчас я возьму немного крема для глаз еще от Филарга. По-моему, так он правильно называется. Очень мне тоже нравится, хорошо увлажняет. В этой школе я записалась на пробное занятие. Пришла. Бесплатное. Бесплатное, да. Пришла, записала, вроде как договор заключаю, все. Пришла в первый день, и мне сказали, тебе нужно купить кучу палеток, палитр. И в общем, я... Ничего не дают, да? Да, ничего не дают. Я помню, бренд Декли назывался, помнишь? Да. Такие большие палетки. Они тогда почему-то везде так навязчиво всем впихивали в школах его. Что я сделала? Мне так приятно с тобой общаться, потому что мы говорим с тобой про одно и то же время. Ты знаешь вот эту вот нехватку этой косметики. Я когда об этом говорю, мне молодые не понимают, что нам красить нечем было. И вот эта карандашная техника, она же не техника, техника, потому что вот нужно взять карандаш. А потому что вот эта фигня, которая продавалась в магазинах, ни на чем не могла закрепленная быть. Карандашная техника, это просто техника, ну в том числе там и алгоритмы, и технологии, и все есть. Да, но она же как бы изначально это подложка, потому что такая фигня была из теней Декли. Да, да. И вот мы, значит, я после этого прихожу, значит, говорю, Рома, мне сказали там миллиарды денег надо. Но на тот момент что-то тысяч, помню, я посчитала тысяч пятьдесят. Я зарабатывала там десять тысяч, и Рома у меня там зарабатывал примерно столько же. Вот мы тысяч на двадцать жили. Я говорю, слушай, ну у нас пока не получается по бюджету. И, в общем, я отказалась от этой идеи, они как-то на меня сразу сильно насели. Давай, давай, давай. Вот надо, надо, надо. И я такая, не, 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 не. И в итоге я пошла в другой работать торговый комплекс. Это, знаете, типа в Челябинского ЦУМа на то время было. Покровский по Саше называется, в Екатеринбурге до сих пор он существует. Я пошла туда работать тоже в отдел одежды. На Сислой бренде, кто работал? У них одежда есть? Да, да. Вот это разные бренды, не Сислой, а есть еще Сислой, только одежда. Они не пересекаются, разные абсолютно бренды. И, значит, я пошла туда работать. Сейчас я замешаю. Давно не пользовалась, как будто не выдавливалась у тебя. Я просто у Яны спросила, Яна, работаешь ли ты с клиентами? Ты уже сейчас, на сегодняшний момент не работаешь с клиентами. Я очень редко работаю с клиентами, очень-очень редко по запросу, так скажем. А сколько стоит твой макияж сегодня? Ну, вообще в моем городе у меня макияж от 30 тысяч. В моем городе. У меня стоил свадебный макияж 5 тысяч евро. Это только макияж, плюс еще перелет, проживание. То есть, ну, это такие прям свадьбы-свадьбы за границей. В итоге, значит, я работаю в этом Сислэе. И приходит как-то ко мне в магазин преподаватель из этого форума. Лена Баженова, если ты смотришь, тебе большой привет. Леночка, привет вам. Вот. И она, значит, выбирает одежду. Я такая думаю, так, я подойду, спрошу. А ты знала, да, что это она? Да, я знала, что это она. Шарлотта лезет понюхать. Ты хочешь понюхать? Покажи девчатам, что там ты делаешь. Да, я смешиваю. Я человек... Она там 8 тональных смешала. Да, я все смешала. Худа бьюти. Капелька Худа бьюти, да. Капелька. Дольче. Дольче. Дольче плюх. Да, и для теплоты я добавляю вот такой, типа, аджастер. Это Dior Backstage. Вот эти все продукты, они мега стойкие, потому что у нас же сегодня звезда. Звезде нужен стойкий тон. Не знаю, куда я в Новосибирске пойду. Куда-нибудь. Моя джайка, хочешь, чтобы ее покажали. Видите, у нас сегодня одинаковый цвет волос. Да, карамельки, две карамельки. За кост под шарлотту. Да, шарлотта. Ты сегодня самая звезда-звезда. Это ты проверяешь? Да, проверяю, да. Да, ну вот чуть-чуть я тебе еще посветлее сделаю, но будем делать загар. И, значит, я подхожу к Лене и говорю, Лена, здравствуйте. Я у вас вот была как-то давно, если вы меня помните. Преподаете ли вы макияж сейчас? Она говорит, да, я ушла с этого форума. А. Да. И говорит, хочешь, приходи. Я тебя, типа, научу. Я говорю, ну, давайте. В библиотеке мы учились макияжу. Там был... Класс вам, да? Класс, да. То есть не было места тогда вообще, что такое, там, коворкинги, никто об этом не знал. Вот. И мы пошли. Она говорит, я, типа, снимаю библиотеку, вот туда, приходи, будем там заниматься. И вот у нас... Фантастика. Да. Начинали вообще мы дома у нее красить. То есть это даже не сразу пошло. И в итоге, значит, мы пошли в эту библиотеку. Сначала пару занятий у нас было дома, потом мы пошли в библиотеку, и в этой библиотеке началось мое становление как визажиста. Было, конечно, интересное такое обучение, потому что, ну, не особо, скажем так, у нас были какие-то показы. То есть нам Лена говорила, вот делайте вот так, и мы, грубо говоря, интуитивно это все делали. То есть без... То есть она не показывала, она просто рассказывала. Просто рассказывала, да. Что есть вот такой макияж, вот есть вот такой макияж. Берем кисточку. Ну, правильно, в библиотеке-то. Да, и мы как-то вот так вот красили по чуть-чуть, потихонечку. И вы там не отрабатывали на моделях? Отрабатывали, отрабатывали. И все. И параллельно... Отрабатывали без показа? Отрабатывали без показа, да. Все какое-то... Вот. И после... Извините нас. И после этого параллельно я работала продавцом. Нам же надо было как-то поддержать, жить, да. Что Рома зарабатывал, что я. И вот. И мы пока на тот период складывали, точнее, деньги в мое обучение. Вот. И, собственно, я училась там где-то полгода примерно. Я, помню, отпрашивалась в магазине. Меня же не отпускали. Мне же работать надо было. А красили тому все равно долго на тот период. По времени там. Не час же обучение занимало. И, собственно, я с этого Покровского, помню, просила менеджеров. Говорю, пожалуйста, отпустите. Мне надо на обучение. Ну, и, в общем, они говорили, Яна, ладно. Как-то ко мне хорошо относились с пониманием. И, собственно, отпускали меня два раза в неделю. Я ходила туда два раза в неделю. Вот. Проходила там обучение. И вот красили там модели. Ты обучилась. Ну, и вышла ты из этого образовательного проекта библиотека. И что делала дальше? У меня был следующий этап в жизни. После того, как я отучилась на визажиста. В Покровском пассаже. В этом самом пассаже. Там в Цоколе был отдел парфюмерии и косметики. Я сейчас сразу расскажу, что я работаю слоями. Первый слой я делаю такой полупрозрачный. Потом фиксирую. И потом уже делаю, уже какие-то участки локально дорабатываю. И если мне нужно чуть поплотнее, я могу добавить еще немножечко. Я пошла работать в магазин. Следующий у меня был этап. Там, в общем, устроили кастинг на визажиста. Там работала на то время очень популярная девушка. Куда-то то ли уехала, то ли что. Ну, в общем, она решила уйти с этой должности. И устроили кастинг. А мне 19 лет. Как бы не работала нигде толком. Отучилась только и все. И пошла работать. Пошла работать консультантом. И в этот люкс как раз требовались визажисты. И устроили огромный-огромный кастинг. Пришли, наверное, ну, все такие, знаешь, топы визажистов. Можно быть крутым визажистом, но не уметь продавать. От магазина очень важно, чтобы навыки продаж были. А у тебя они наверняка были, раз ты им уже обувь продавала. Я прихожу на этот кастинг. И на этом кастинге мне дают задание сделать там много-много макияжа всяких разных. И я делаю все как бы, ну, мне все кажется, что все ок, все нормально. Но по итогу берут девушку другую. То есть я прям ждала результата собеседования. Ты была уверена в себе? Да, я была уверена, мне казалось, что ну меня точно-точно возьмут. И в итоге берут другую девушку. Была с опытом, помню, она была из Екатеринбурга, как сейчас помню. У нее был опыт очень такой, ну, приличный. В продажах тоже. Да, она работала то ли визажистом, то ли консультантом. Она была старше меня, мне было 19 лет. И все, ее взяли. И я такая, блин, думаю, ну, ладно. Я как-то не сильно расстроилась, думаю, ладно, поднаберусь еще опыта. После, значит, того, как кастинг прошел, я, получается, работаю опять в этом отделе. Сислый, и ко мне подходит менеджер и говорит, Яна, у нас вот эта девушка, она уехала, и теперь нам нужен визажист. Можешь ли ты еще раз пройти кастинг? Я говорю, конечно, могу, давайте, сколько надо человеку. Долго времени прошло? Нет, недолго, где-то в течение там трех месяцев, примерно. Не задержалась. Да, 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 и, значит, я прихожу вниз, вот этот у нас отдел, там внизу был, и на кастинге… Конечно, бьюти-то вниз надо без окон, чтобы подобрать тональничек. У нас там как раз такой свет был всегда, что кажется, что все нормально, в итоге выходили клиентки, цвет был помады или тона совершенно другой. Ну, в общем, было забавно. Я прихожу, значит, на кастинг, мне говорят, там, накрасьте лифтинг, накрасьте цветной, накрасьте такой. В общем, куча всяких вариантов я накрасила, и говорили, ну, ожидайте решения. В общем, я ждала, 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 дождалась и решения, и меня вызывает менеджер и говорит, Яна, в общем, все складывается наилучшим образом, мы тебя берем. Но там же не про зарплату больше, там же просто про дело жизни. Ну, на тот момент там была неплохая зарплата. А, еще и зарплата больше. Да, я работала 4 дня в неделю, и у меня была зарплата, как сейчас помню, 11 тысяч рублей. На тот момент мне казалось это, ну, нормально. Вообще отлично. Я работала в УЗИ и получала зарплату тоже где-то 11 тысяч рублей. И это за 4 дня. Выходные я могла работать с невестами. Да. Я могла работать с невестами, и меня это безумно радовало, то, что я могла посвящать время дальше своему творчеству. И, собственно, после этого я пошла работать не только, получается, в пассаж. Я еще выходные работала в салонах. У меня не было выходных. То есть я прям работала, 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 работала. И мы вот так вот... Но у тебя же муж, наверное, тоже много работал. Да, он тоже работал без выходных. Мы практически друг друга вообще не видели. Работали очень-очень много. А бабушка с вами жила? Бабушка жила, да, с нами на тот период. Мы ей помогали. В общем, как-то, ну, вздохнули немножко, что стали появляться какие-то деньги. И ты начала косметику немножко, да, покупать? Или где ты брала вот для невесты косметику? У меня был классный период, то, что я работала в Покровском, в пассаже, и нам иногда дарили тестеры на праздники. И я вот потихоньку собирала, и первый тональный крем, который я купила для клиентов, был крем тональный Шанель. Прям помню четко, про Люмьер он назывался. Я его купила и поняла, что... Ну, хоть не Декли, я с Декли работала. Я понимаю, что, ну, хочу работать именно на люкс больше, да, с тонами. Я поняла разницу сразу, мне это понравилось. Ну, на тот момент как бы особо выбора не было, и была только в основном люкс, либо прям совсем масс-маркет. Вот, и после этого я, значит, в этом Покровском у нас были очень много показов. То есть показы, показы именно... От брендов. Да, от брендов. Там были Армани, Дольче Кабана, и устраивали для клиентов показы. И мне давали моделей. Моделей, чтобы я их красила. И так у меня скорость нарабатывалась. То есть я прям могла там... Мне приглашали 20 моделей, допустим, на 4 часа говорили. Из них там 4... Ты никакого бренда не была визажистом? Нет, бренда не была. Нет, вру, была. Была 2 месяца я была на бренде Нинель визажистом. Но я сейчас расскажу дальше, как я туда попала. И, собственно, в Покровском вот мы так вот потихонечку-потихонечку работали. Но там мне очень нравилось. Во-первых, у меня появился колоссальный опыт с клиентами. Представляешь, у меня есть клиенты, которые с Покровского до сих пор ходят к нам в студию. Мы вас обнимаем. Мы таких клиентов обожаем. И я всегда, когда прихожу в наши салоны, вижу еще моих клиентов. А я уже сама не принимаю 5 лет. Я подхожу к каждому и говорю, спасибо огромное, что вы столько лет с нами. Вот, я тоже самое. Я так их ценю, так их люблю. Потому что, ну, это просто... Я говорю, мы вместе взрослеем, вместе стареем. В общем, это нереальный какой-то опыт жизненный. Это очень классно. Ну и, собственно, в Покровском я также работала-работала. Там меняются директора. И все как-то становится не очень. И в один прекрасный день нам приходит менеджер и говорит, Яна, отдел будет закрываться. Да, и я такая, опа, все, надо что-то думать дальше. Ну, у тебя уже клиенты были, да? Да, у меня были клиенты, но не было места, где я буду работать. Сколько лет ты в косметике проработала? Вот в Покровском на минус первом этаже. А, я проработала там с 19 до 22 лет. Вот так, 3 года. 3 года? Да, 3 года проработала. Сейчас я возьму, кстати... Да, я заметила. Первый, да, потому что я его люблю. Он, кстати, в студии топ этот консилер, особенно для лифтинга, для высветления. Я его люблю высветлять им чуть-чуть. У нас такая немножко сложность с ним, потому что он задержался в поставке. Это же талия. Да. И мы прям его все ждем, нигде не купить. И я иногда в своем телеграме или даже на ютубе про карандаши также говорила. Продайте мне карандаши, если вы где-нибудь видите, где-нибудь они у вас продаются. Так же и консилер сейчас нигде не купить. Но прям скоро уже будет, уже едет. Он реально крутой, потому что он у нас прям в топе в студии. Такая классная текстура вообще. Он очень-очень тоненький, такой хорошо прям работает. Клиентский очень. Ну и на моделях с ним хорошо работает. Я ушла. Ой, это иногда так классно, когда ты думаешь, что в этом моменте мир рушится, и все, и работы нет. А это такой классный пинок. Вот иногда плохое, это начало чего-то хорошего. Да, однозначно. Ты думаешь, что как ты дальше будешь, а как будет только... Ну это твои страхи какие-то, которые формируются в твоем мышлении. Ты не понимаешь, что за этим скрываются огромные возможности. Да, мне кажется, там сверху кто-то за нами смотрит. Мы, не понимая, что он от нас хочет, думают, дай-ка я его уволю с работы уже. Вот человек не понимает, что ему нужно уйти, не понимает, что надо дальше развиваться. В зоне комфортно, конечно, очень много людей живет. Да, но я уже на тот период чувствовала, что мне надо что-то большее, что мне нужно уже дальше развиваться. Я как бы это ощущала внутри, но вот как раз таки все совпало. И так как я не знала, как дальше быть, то есть думаю, ну вот сейчас закончу и дальше куда я пойду. Пришла, в общем, одна клиентка, она говорит, что я, а вот у нас есть бренд Минель, она там менеджером работала. Не хочешь ли ты пойти поработать? А я такой человек, я бралась за любую работу. Вот все, что мне предлагали, платно, бесплатно. Еще один очень важный совет от Яны. Не бояться идти в страх и браться за любую работу. Да, не в страх, а он всегда нас тормозит. И когда ты вот прям стараешься максимально, максимально почувствовать, вот что ты действительно хочешь, вот этот страх, он как бы ты, не надо его, грубо говоря, бояться. С ним надо просто подружиться и понять, что, а что, если я туда не пойду, что будет? Вот. И в итоге я везде, во всех всяких съемках, со всеми фотографами участвовала, работала. Ну, в общем, пошла я туда, отработала там пару месяцев в ЛДБТ. И, в общем, после этого моя клиентка пришла ко мне в ЛДБТ. Другая уже? Уже другая. Мне все клиенты очень-очень любили. И она говорит, Яна, ты, говорит, такой мастер классный, давай что-нибудь свое откроем. Я говорю, слушай, ну давай, давай откроем. Она говорит, давай какой-нибудь, типа, сделаем небольшую гримерочку, там будем работать. Она же у вас так и называлась, гримерка. Да, но это потом уже, да, потом. И, в общем, эта клиентка, она говорит, хочу, чтобы ты меня отучила на макияж, и, может быть, я с тобой буду работать. В общем, я отучила, все, все, мы сняли небольшое помещение, и я поняла, что, думаю, надо дальше что-то делать. Мы с ней сняли помещение? Мы с ней сняли, да, как бы, как я, типа, как партнера взяла. Вот, думаю, сейчас я ее отучу, будем вместе работать. В общем, и у меня такая идея пришла, надо курсы вести. Ну, ты уже научилась, да, ты уже ее обучила. Да, надо вести курсы, и я такая говорю, так, курсы, сейчас я пойду, ну, куда я пойду? Где я возьму, как я это все организую? И мне пришла такая идея, тогда же не было, контакт только-только зарождался. Мы в игроклассниках еще общались сначально. И знаете, что я сделала? В общем, я написала такую фирму. Они занимались расклейкой объявлений на остановке. Я говорю, давай, говорю, попробуем расклеить объявления на остановке. Мы сделали классные такие, как эти, ну, не афиши, а такие, как их называется? Ну, да, я поняла, объявления. Да, объявления, афиша такая. И просто написали, курсы макияжа для себя, мы научим вас тому-то, тому-то, что вы получите. И вот эти бабулечки в этом агентстве ходили, расклеивали эти объявления. Вы не поверите, у нас просто оборвался телефон. Все хотели найти курсы. Никто не знал, кто я вообще, что я за визажист. Просто все видели объявления и хотели. Раньше же не было самозванцев. Раньше не было людей, которые говорят, что сделают, но по итогу не делали. Ну, может быть, и были, но в нашей сфере таких не было. И если люди говорили о том, что научат, другим казалось, что да, действительно. Что мы сделали? Мы пригласили вот этих девушек, которые хотели к нам, Шарлотта. Я же люблю заглядывать в чужой косметик. Это же так круто. Да, я люблю Шарлоту за упаковку красивую очень. Значит, мы, вот эти объявления у нас сработали просто. Порвали телефон, и я думаю, так, буду вести группы. И я взяла группу утреннюю, обеденную и вечернюю. Я была на работе просто круглосуточно. То есть я вообще прям полностью-полностью. Клиентка потом моя слилась, она не вывезла такого темпа. Тебе пришлось одну аренду платить? Да, и я осталась одна. Я платила одна аренду, помещение квадрата в 12, наверное. Достаточно. Надо как-то дальше двигаться, а муж у меня стал работать в центре города. И я потом подошла к одному парикмахеру из его салона, говорю, у тебя есть помещение? Он говорит, да, есть, приезжай к нам. И, в общем, я переехала поближе к мужу, и мы там стали работать вместе, грубо говоря. То есть ты в его же салоне стала работать только на аренде? Да, только на аренде. Там делилось помещение, в общем, мы сделали такую маленькую-маленькую. Что такое интересное? Вот это, это Huda Beauty, кремовые, румяна. Я не признала. Я их очень люблю. Очень красивый оттенок. Скажи, какой оттенок, потому что такого персикова мало бывает. Это оттенок перки, 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 я не знаю, как на английском. Я, говорит, учила, хорошо? Ну, я уже, ребят, все, да, надо практиковать. Не практикуешь, уже не помнишь. В школе я очень хорошо знала язык. Ты поближе к мужу, ну и хорошо на работу вместе ходите, так на обед иногда сбегаете. Да, но мы вообще с ним не пересекались, и, собственно, там я постепенно-постепенно начала, понимая, что клиентов больше становится, все уже знают, что Яна работает вот здесь, все потихонечку ко мне ходят на макияж. Тогда так круто работала с Рафанной Радио, да? Вообще. Можно заканчивать макияж, но мы еще даже вообще до серединки не добрались. Вообще. Я румяна люблю кремовые, потом их немножко фиксирую сухими. Он гордился тобой, муж? Да, да, он вообще у меня молодец, потому что он всегда меня поддерживал. Мы как-то, знаешь, в одном направлении всегда смотрели, он всегда говорил, делай, не бойся, давай, делай. Он у меня такой, как этот ментор, он направитель был. Делай, не бойся, потому что я все равно, как человек такой, который вырос в такой очень, скажем так, напряженной обстановке, ну для ребенка стресс, переезд в другой город, там смерть родителей, и то, что ты там с бабушкой растешь на это пособие, все равно был такой стресс, и я такая, знаешь, была, я очень была зажатая. Вроде бы, как бы я и веселая была, и в то же время вот эта травма, она давала такое... А ты к психологу ходила? Нет, я не ходила к психологу, в то время не было. Нет, не тогда, сейчас. Сейчас я брала несколько сессий у психолога, я не была в терапии, вот, но брала несколько просто сессий. Именно вот этот момент в жизни, он, конечно, и вот в тот период как раз-таки у меня и Рома появился, чтобы дать какой-то мне жизненный такой толчок, вот, потому что мне все равно было тяжело морально, морально, плюс я там с бабушкой, мы, ну, очень скромно жили, и бабушка у меня, знаешь, такая неэмоциональная очень женщина была. А муж у тебя дал вот эту эмоциональность тебе? Да, он мне дал, он меня как бы наоборот даже как раскрыл, наверное, вот так. Он наоборот был такой веселый, такой все классно, хотя сам тоже жил там в очень плохих условиях. Его поддержка вот эта моральная, она очень сильно на меня повлияла, как на личность. Сколько времени прошло, когда ты решила открыть гримерку? Стала набирать команду, я поняла, что мне хочется команду, что я одна не успеваю, у меня есть клиенты, которых нужно куда-то девать. Отдавать их просто так мне тоже не хотелось, вот. И я потом пошла, значит, знала, что Лена Меньшикова работает продавцом, я ее оттуда забрала с магазина, она работала на одежде. А ты уже знала, что она визажист? Она работала, да, она отучилась у того же преподавателя, к которому отучилась я, и, собственно, мы с ней вот так вот законнектились. И я говорю, Лен, пойдем, и, собственно, с этого начался наш путь. То есть потом мы еще... Она к тебе на проценты пришла или на аренду? Нет, она пришла на аренду. Мы тогда еще не про бизнес-историю, просто это такое, знаешь, творческое объединение было. Мы просто делили вот это помещение. Ну, чтобы за аренду разделить, да? Да, 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 да. Делили помещение вот это на троих, грубо говоря. А третий кто был? А еще одну девочку мы позвали, Ксюша Снежко, тоже визажист. И мы вот с ней работали вместе. Ну, как бы мы, знаешь, работали вместе, но в то же время у каждого свои клиенты были. То есть, ну, хотя мы и друг другу клиентов тоже передавали постоянно. И все. И после этого пошло-поехало, все узнали, что вот в Челябинске есть такая вот гримерка. Просто у нас разорвался телефон. Название, кстати, придумала наша клиентка. Мы просто конкурс устроили. Придумали название. Сейчас брови, кстати, тоже чуть-чуть тебе подтеплю. Да, вот как раз я о тебе узнала, когда у вас появилась гримерка. Именно я вообще, если честно, не очень могла понять феномен троих девушек в бизнесе, да? Ну, теперь понимаю, что это не про бизнес-историю. Это просто мы, как бы, это такой стартап наш. Нам нужно было наработать клиентов. И, собственно, как бы это основная такая у нас была задача. Вот. И потом уже после этого я понимаю, что у нас растет-растет аудитория. А ты чувствовала, что ты как бы лидер все равно там? Да, я чувствовала вот эту лидерскую позицию. То есть, какие-то идеи вместе, но все равно вот я ощущала. Я тоже думала, что гримерка – это владелец Яна Панфиловская. Да, вот. То есть, у меня было такое ощущение, что, ну, как бы я, я вот... Максимальная ответственность, да? И вы там начали учить, да, максимально. Вот я гримерку знаю, как такое пространство, не только макияжей. Вы очень круто сделали... Все искали какие-то прикольные локации там на белом фоне, а вы вот эту поставили ширму. И по этой ширме можно было в Инстаграме понять, что это точно. Вы, ширма, значит, вот... Вы, наверное, не понимаете, о чем я говорю. Кто помнит ширму Яны? Ширмы, да, это одно из... На заднем фоне, да? С первым, да, с этими ширмами. Мы вообще, помню, все у нас спрашивали, а что за ширма, что за ширма? В общем, мы с этими ширмами всех покорили. Да, если открываешь ленту, то сразу понимаешь, что это что-то там ваше. И у вас там такой свет потрясающий, красивый всегда был, ну, из окошка, я так понимаю. Да, от окна у нас свет, и мы эту лампу, одни из первых, вот эту лампу американскую купили. Вы представляете, лампу первую купили за 30 тысяч на то время. Да, я тоже за вами повторила, тоже ее купила за 30 тысяч там же. Я помню, что спрашивала у вас, то ли у тебя, то ли у Лены. Конечно, все хотели такую же картинку, как у вас. Да, и вот с этой ширмой, в общем, с этой лампой все начали еще больше, знаешь, такая узнаваемость появилась. А я даже с этой лампой ездила, представляешь, с мастер-классами. Да, и мы тоже, тоже все с этой лампой, везде с ней таскались. Мы говорим про кольцевую лампу, не с Алиэкспресс, а вот первая оригинальная, американская, как это она называлась, я уже даже не вспомню. Я ее у блогера где-то нашла, в общем, в Ютьюбе причем. Начали максимально обучать, да? Да, мы начали максимально обучать, и вот с того момента у меня, я начала вести базовый курс. До этого ты только повышение вела, да? Давайте до базового курса, еще в 13-м году я родила первого ребенка, вот, родила первого ребенка. И вот когда у меня сын появился, я поняла, что потом дальше буду, ну, так же работать, обучать. Поначалу ты не понимаешь, когда у тебя первый ребенок рождается, вообще, как тебе это все соединить, скоммуницировать все это, чтобы было вместе. А вот не страшно было рожать? Тоже такой немножко, ну, некорректный вопрос, но многих девочек он сильно волнует, особенно у мастеров. Вот ты в самом разгаре карьеры, ты в пике карьеры, все хорошо, и ты понимаешь, что ты сейчас уйдешь и все потеряешь. Да, и там немного вопрос задают, так как у меня у самой трое детей, да, трое парней, вот, одному год и семь. И когда я первого ребенка родила, только Инстаграм завела, это был 13-й год. Кстати, вот Яна работающая мама, и сегодня она ко мне прилетела с желанием отлучить от груди. Это у нас еще был один повод. От груди, понимаете. Год и семь месяцев. Настолько возможно работать с детьми, быть активной. Как быть работающей маме, да, вот она на пике карьеры. Во-первых, на этом я могу сказать, что карьера не заканчивается. Ваш навык, он с вами останется в любом случае. Просто сейчас проще это поддерживать, даже в соцсетях. То есть, когда ты в декрете, да, какое-то время, понятно, ты там не можешь вырваться. Но потом можно договориться с мужем, там, с подругой, выделить себе там два часа, три часа сходить. Можно сделать модель, если в качестве визажиста, да. Ну вот тебе так легко говорить, у тебя свой салон остался, он тебя денежками поддерживает. Нет, первого ребенка, когда я родила, у меня была студия, и я просто платила аренду. То есть, когда я ушла в декрет, у меня было, скажем так, два мастера, которые за меня закреплены. Ты с них получала? Да, я с них получала небольшой процент, но это все уходило либо на аренду, либо плюс я докупала косметику. Как администратор сама записывала этим мастерам? Или у тебя сами записывали? Да, сами записывали. Не обманывали? Нет, нет, не обманывали, не обманывали. На честном слое. Вот те люди, которые у меня в начале работе были, они вот... Ну как-то вот... Я всегда тоже людям доверяю. Да, я доверяю максимально. Я всегда говорю, ну если ты хочешь таким путем идти, то далеко ты не уйдешь. Да, все равно это скроется. Рано или поздно, поэтому будь максимально честен с собой, со мной. После этого я, ну вот то, что у меня первый ребенок родился, я максимально как бы постаралась, конечно, там уйти в декрет, но по чуть-чуть принимала клиентов. И мои клиенты приезжали ко мне домой некоторые. Да, то есть у меня ребенок спал, я как сейчас помню, там моя клиентка звонит, я, можно у меня там завтра какое-нибудь мероприятие? Я говорю, давай, давай, я тебя накрашу. Я говорю, я никогда не отказывалась от работы. То есть если мне предлагали, я всегда сделала все возможное, чтобы работать. Ну я прекрасно это понимаю. Я же тоже в этом же году родила, мы выяснили, что у нас дети одногодки. Да, тринадцать. У меня второй, у тебя первый. И я тоже принимала дома. И тогда для клиентов это была как-то плюс-минус норма, да? Да, это была норма. И клиенты как-то очень понимающие относили. Понимающие, да. Потому что я не пускала домой, понятно, каких-то других людей. Приезжали мои именно клиентки. И они действительно... Даже с уважением и благодарностью еще и с подарками приезжали. Да, они с уважением, с благодарностью. И это прям реально меня стимулировало очень. И, во-первых, и я отвлекалась от декрета, потому что ты как бы, ну, сам себе, грубо говоря, помогаешь. То, что ты там чуть-чуть отвлечешься, еще и деньги заработаешь, и клиента своего обслуживаешь. И это прям очень-очень меня вдохновляло. Несмотря на то, что ты там не досыпаешь и все в этом духе, я старалась максимально себе, грубо говоря, помогать в этом. Но вот судя по времени, по подсчетам моим, ты уже в этот момент до родов, по-моему, уже обучилась у Васильевой, да? Или ты у Найды училась? Нет, я обучилась у Таисии Васильевой, Таисии Григорьевны Васильевой, обучилась я до рождения ребенка. Мы ездили, это был как раз, по-моему, 12-й. Такой трип у вас, много столько визажистов из России поехало туда. Да, 12-й или 13-й год, глазик вниз. И мы поехали тогда же, нашумевшая карандашная техника. Да, да, в начале мы они. Да, на самом деле она очень много мне дала, потому что именно в тот период я поняла, что, ну, карандашка прям рулит. Она классно форму выстраивала, да, ритмы вот эти, да. Да, линейные ритмы, вот это все. И на самом деле все, что сейчас есть в макияже, ну, вот, Наташа, скажи, это все от карандашки, все формы, они просто видоизменяются, грубо говоря, как классика. Поэтому это все имеет место быть в работе. Просто кто говорит, что там устаревшая форма, устаревшая есть, делаешь, ну, старые техники, старыми продуктами. Да, да, да. Все же поменялось. И ты, допустим, как производитель, ты задаешь тренды именно в косметическом рынке, и мы под эти тренды уже адаптируем макияжи. Родили первого ребенка, и все. И я вот потихонечку с клиентами работала. Потом, через два года у меня рождается еще один ребенок. Через два прям? Да, да. Разница два и два. А ты во сколько вышла прям активно работать? Во сколько вышла активно работать, вот я тебе сейчас расскажу. Вот через два года у меня рождается еще один ребенок. То есть ты вот между детьми не выходила в активную работу? В активную нет. Я работала по чуть-чуть, то есть, ну, понемногу, так скажем, работала. Мне, в принципе, этих денег хватало. Вот. И я... А мы сегодня будем делать челябинские губы? Будем. Я знала, что ты мне задашь этот вопросик. Я всем задаю этот вопросик. Да, но знаменитые челябинские губы уже, мне кажется, все должны про них знать. Я, на самом деле, спокойно ко всем таким вещам отношусь. Второго ребенка мы родили. Второго ребенка мы родили. После этого, глазик наверх, мы с мужем переезжаем в съемную квартиру. Берем одну... А бабушка? Бабушка, к сожалению, она не дожила до внуков. Она у меня в 2008 году умерла. Да, она их не увидела. Что, конечно, очень-очень жаль. Вот. Но я ей за все благодарна, за то, что она не пала духом в тот сложный, очень сложный период для нашей семьи, такой небольшой. Потому что это было реально очень сложно. И я вообще очень благодарный человек. На тот период, конечно, я была, знаешь, такая вот брошенный ребенок. Потому что бабушка все равно есть бабушка. Это не мама. Мама самая вот такое святое. Поэтому любите своих мам, цените. Нам всем в жизни недолго мы живем. Не все время, не всю жизнь. Время, оно настолько скоротечно. Поэтому вот надо ценить то, что есть сейчас. Я вышла активно работать, когда моему старшему, среднему ребенку было 8 месяцев. Я решила, глазик наверх, вести базовый курс. Вот меня прям переклинило, что мне нужно уже вести базовый курс. Потому что я как-то вот думала, думала. Ты принимала клиентов вот эти 2,5 года? Да, принимала клиентов. 2,8 даже, даже 3 года. Ты принимала просто дома, очень редко, иногда. В студию я выезжала, к невестам выезжала. То есть такое, знаешь, как бы в формате, когда я могу. Но мне этих денег, в принципе, было достаточно. Достаточно? Да, достаточно. Мы как бы скромно жили. Ничего там себе там излишки не позволяем. Мы вообще, грубо говоря, до 30 лет с Ромой толком даже не отдыхали. Ну вот своего вожества, он чуть постарше. Мы только работали, работали. Родили детей. Там вообще было до каких-то отдыхов. И мы взяли квартиру в ипотеку на то время. А Рома стал лучше зарабатывать, да? Да, Рома уже стал больше зарабатывать. Он работал в двух салонах. И на тот период мы потихонечку вывозили всю эту историю вдвоем. Где-то я заработаю, где-то он заработает. И уже денег стало чуть-чуть, грубо говоря, побольше. А была вот такая прямосознанность детей или так получилось? Нет, осознанность. Мы очень хотели. А у тебя есть такое вот, у меня нет брата и сестры, и никого родных не осталось, и я хочу родить много детей? Нет. Такого не думала? Оно постоянно, ну тебя как бы триггерит немножко, и ты постоянно к этому можешь возвращаться. Возможно, это было. Но психолог, я говорила, что у меня нет. Ну, не знаю. В общем. А до девочки-то будем рожать? Нет. Меня все говорят. Я три, все, хватит. Три человека. Мне достаточно их еще воспитать, там, образование отдать. В общем, нет. Хватит. Я как-то вот три, все, думаю, достаточно. Наверх, пожалуйста. Не зарекайся. Да ты молодая еще. Жизнь показывает абсурдное слово «никогда». Мне 36. Ну, еще можно родить. Ну, все. Я Настю родила в 34. Ну, вот. Я Леву родила в 33. С родителями, как бы, да, такая история. Я, кстати, когда ездила в Владивосток, я же всегда мечтала съездить к маме. Она же там у меня. Умерла, да? Да. И мечтала с маме. К маме. И у меня был мастер-класс в Владивостоке. Мне, кстати, Люба его Мирошниченко организовывала. Ей большой привет. Съездила к маме, я ей поставила там памятник. В общем, нашла ее место. Вы, знаешь, такую, как миссию выполнила, что для меня это было важно очень. После второго, точнее, ребенка, я начала вести базовый курс на профессию визажист. И поняла, что мне это нравится. Хотя, знаешь, я всегда говорила, я никогда бы не буду преподавать. И мне некоторые даже это помнят. Что мне казалось, что это так энергозатратно. Мне будет сложно объяснять какие-то, ну, простым языком. Оказалось, у меня это получается. Вот. И все. И я набрала первую группу. Ну, причем, глазик вниз, вообще очень-очень быстро только выложила в Инстаграм, что... Да, я помню. Эти фотки хотелось разглядывать. То есть, если вот эта ширма мелькает, то я всегда останавливала Инстаграм. Конечно, все хотели к вам идти ехать учиться, безусловно. Да, и все хотели идти учиться, и, ну, я как бы уже на тот момент какое-то имя было, и все такие, о, Яна, Яна, мы хотим попробовать. И я вот набрала первую группу. Конечно, свои какие-то ошибки в преподавании, понятно, были, потому что опыта не было. Но, тем не менее, базовички, которые у меня первую группу закончили, они до сих пор работают путем проб и ошибок. Понятно, что где-то что-то я еще сама, как преподаватель, еще не докумекивала. Вот, но в целом нормально. И вы вели вот троем один курс или как? Нет, я вела одна базу, одна, а девчонки на тот момент не вели еще. Они как бы, ну, побаивались, да? Да, побаивались или индивидуально вели, и потом уже начали проводить эти курсы. Вот, и... А эти курсы как? Тебе не попали? Ты девочкам записывала или как? Кто не попал ко мне, они в основном ждали следующего потока. А к девчонкам специально, да, тоже хотели? Да, к девчонкам они хотели специально, и я... А у вас цена разная была на курсы? Да, была разная. Я вот сейчас даже не вспомню, представляете, сколько у меня стоит курсы. А сейчас сколько у тебя стоит курсы? Сейчас я... Мы сейчас дойдем до моего онлайн курса. Раньше у меня стоило 60 тысяч базовый курс, но сейчас я уже офлайн два года не веду. Вот у меня ребята ведут, у них там разная цена. В зависимости от мастера? Да, да. Ну, в среднем у нас 40 тысяч стоит. Вот, базовый курс у мастеров. После этого я поняла, что, ну, проведя вот эти все базовые курсы, поняла, что, ну, надо как-то дальше двигаться. И эта гримерка у нас, грубо говоря, сама и распалась. А помнишь, мы с тобой общались, я говорю, как вы так вот троем бизнес делите, помнишь? Да, ну, это была, да, это была не бизнес история. Да, мне сказала Наташа, нам пока хорошо. Да, мне было на тот момент хорошо, потому что я как-то не парилась. Было двое детей, вот я зарабатывала свои деньги, и мне все устраивало. Вот, а потом уже, потом я поняла, что, блин, ну, мне надо как-то, наверное, свое, свой салон уже, потому что клиентов много, их надо размещать как-то всех. Ну, в общем... Как вы приняли решение разойтись? А знаешь, все само собой случилось, вот в один год. Лена решила уехать в Сочи жить, Меншикова, а я в этот год решила, думаю, надо открывать свой салон. Все, и я открыла салон, и там, получается, у нас больше акцент именно на преподавание, на клиентские макияжи. Ты уже команду набрала, или у тебя уже была команда? Команда уже была, сформированная часть команды. А вот смотри, а как вы делили доходы от команды? Они делились на всех, на вас троих, или только твоя команда на тебя? Моя команда на меня, да, вот так было. Моя команда на меня. Подхожу к своим ребятам, говорю, все, мы переезжаем. К своим ребятам, это вот команде к своей? Да, к своей команде. Я говорю, все, ребят, мы переезжаем, хватит уже. А как вы сообщили третьей девочке, что вы съезжаете? Мы ей сказали, нет, она абсолютно к Ксюше нормально отнеслась. Она сейчас работающий мастер? Ну, она родила и как-то работает, не работает, честно говоря, как-то мы, знаешь, уже не особо общаемся, потому что времени совершенно нет. И мы, значит, после этой всей истории, я говорю, что все, ребят, мы переезжаем. Они такие, о, круто, мы переезжаем. Все, и нашли помещение, я нашла помещение, сделали там ремонт и, собственно, уже открыли. Сколько квадратов у тебя сейчас? У нас 100 квадратов, глазик вниз, у нас 100 квадратов, и в этих 100 квадратах у нас зал есть клиентский, где мы там клиентов принимаем, и зал обучающий, вот, и там работаем. И все, мы переехали, и знаешь, оно как-то вот само... У тебя еще у мужа есть такой маленький закуточек там, да? Да, да, и Рома, да, мы все у нас такой, говорю, семейный бизнес, все вместе работаем, команда тоже, вот у меня Никита сегодня машет. У нас так все очень френдли тоже, то есть я за такой подход, что... Чтобы, ну, все-таки это творческая среда, творческие люди, ты сама понимаешь... Сколько процентов ребятам платишь? У нас от, начиная, кто новичок, приходит 35, потом 40, 45 и 50, кто уже давно работает. А как ты решаешь, что вот он достоин уже 45? Я смотрю по, скажем так, по клиентам, сколько клиентов, смотрю по работоспособности, как человек уже, ну и, соответственно, знаешь, это ощущается внутренне. Вот человек уже готов, все, клазик вниз, и морально, и профессионально. А если он считает, что он готов, а ты считаешь, что не готов, как этот конфликт решаешь? Ну, просто даем время сказать, что надо еще отрабатывать. Есть еще вот такие моменты, то есть, ну, там, проблемы там с клиентами, там, какие-то косички в работе. Все объясняем просто и все, даем время на это. Ну, как правило, у меня практически, у меня несколько человек только уходило. Сколько месячная выручка в салоне у тебя? От полутора миллиона. От полутора. С обучениями, да, это? С ребят обучениями? Моя выручка отдельно считается еще, именно с моих обучений. То есть, это салоны с ребят, а плюс, что я еще провожу, вот, это уже, скажем так, момент. Ну, ты сюда не считаешь. Да, да, я их просто не считаю. Мужа не считаешь деньги и свои сюда не считаешь деньги. Да, да. Сделали открытие классное, пригласили всех наших клиентов. Я такая была радостная, клиенты тоже, я думала, как их всех там размещу, народу столько. Но все прошло очень круто и я прям была безумно, безумно счастлива. Ты устала ездить с мастер-классами и решила, что вот время онлайна. И ты, по-моему, запустила такой классный проект «Нам красиво». Ты его начинала, по-моему, в Инстаграме. Он такой был маленький, сначала незначительный, никто на него внимания не обратил. Но теперь уже скоро будет десятый сезон, да? Да. И это такой огромный проект. В общем, рассказываю, 20-й год, пандемия. Все тоже не знали, что делать, куда бежать. До этого у меня уже был опыт онлайна. Вот мы с Наташей разговаривали, что она вот первопроходец, можно сказать, в онлайн-курсе. И потом уже я начала тоже делать онлайны. Ну, я работала с организаторами другими. И потом я решила, думаю, я буду делать это сама. И в итоге, получается, я стала их делать сама. Сколько тебе первый онлайн принес с организаторами? С организаторами, сейчас тебе скажу, это было пять лет назад, миллион восемьсот. Вот, миллион восемьсот. Первый мой онлайн был, я заработала. Я, конечно, очень нервничала, потому что у меня не было опыта в съемке, вообще непонимания. У нас там и свет такой был, знаешь, не очень. Но всем понравилось. И потом мы еще один провели, еще один провели. С этими организаторами? Да, с этими организаторами. Но потом я поняла, что я хочу сама проводить. И вот как раз в 2020 году пандемия, вообще никто приехать не может. И мы с моим директором Женей садимся, говорю, надо что-нибудь придумать. В общем, причем это она название придумала, не я. Нам красиво, говорит, давай. А ты запатентовала, да, это название? Зарегистрировала товарный знак на это название? Да, да, да. Я, кстати, на откровенный макияж тоже это сделала. Потому что стали называть какие-то интервью в макияже, тоже откровенный макияж. Назвали вот этот нам красиво. Сначала люди, конечно, не понимали, что, как. Что такое нам красиво. Что за нам красиво, что за мероприятие. Начали мы, по-моему, у нас было человек пятьсот, потом восемьсот, потом тысяча. И мы дошли до полутора тысячи человек. И у тебя скоро балл нам красиво будет, да? Да, Наташа, уже все в курсе. Это у нас в этом году десятый сезон, юбилейный нам красиво. И у меня вообще такая идея была всегда создать вот именно сообщество. Я знаю, что тебе насчитали на этот балл десять миллионов. Да, ну вообще была изначальная цена, там три варианта цен. Одна из них одиннадцать. Но мы остановились на срединной такой цене в районе там семь-восемь миллионов. Ну, будет десяточка. Да. Вот. Это мероприятие не про зарабатывание. Это мероприятие про то, чтобы всех объединить, всеми собраться. Поэтому, дорогие наши выпускники, кто когда-либо у нас учился, наши клиенты. Он платный будет, да? Да. Но там будет вкусно, полезно, красиво. Полезно, весело, красиво, мастер-класс от меня. А дорогой будет вход? Нет, не дорогой. Ну, где-то до двадцати пяти тысяч у нас будет. Это один день. Это один день будет. Двадцать третьего мая, двадцать третьего года. Двадцать третьего мая, двадцать третьего года. И Наташа вот тоже приедет. Мы там будем кушать, выступать. Выступать, веселиться и будем вдохновляться. В общем, до встречи. Да, да. Это будет вообще круто, потому что я всю жизнь мечтала это сделать. Кстати, обязательно сейчас прям поставьте лайк и напишите комментарий, как вы были рады, Яне. Да, спасибо. И какая я молодежь не все-таки придумала эту рубрику. Вообще, это настолько, вы даже не представляете, насколько это энергозатратно проводить, ну, постоянные интервью. У Наташи, кстати, талант к интервью. Это я точно могу сказать. Она очень мягко делилась. Ну, потому что ты психолог еще по образованию. А тебе хорошо сейчас? Мне очень хорошо. Супер. Мне всегда хорошо. Я вообще люблю людей. Я не могу без людей. Хорошо, гримерку мы уже с тобой создали. Да, да, создали. Есть. Да. Мы это прошли. Группы набираем. Нам красиво создали. Как пришла к идее создать свой бренд? Так как я преподавала очень много, я поняла, что мне нужны кисти под мою технику. Да, да. Вот. И... Вот когда меня хейтит за то, что я говорю, что мне не было кистей под мою технику, то мне говорят, как это не было кистей? Тогда вот те-то, те-то, те-то были кисти. А на самом деле не было кистей под мою технику. Да, под твою технику. Их реально не было. Сейчас тебе чуть-чуть сразу затонирую. Ну, подожди, еще не все. Я люблю матовые тени. Любишь? Обожаю. Ну, я тебе чуть-чуть добавлю в конце немножко сияшечки. Можно? Ну, сияшечки можно. А вот, ну, как бы вот сами тени, вот эту базу я очень люблю. Ну, я тоже люблю матовые. У меня очень много матовых макияжей. Я быстро вообще крашу, мы сейчас болтаем, я медленно делаю, потому что еще что-то. Делай, делай, нам еще много чего обсудить надо. Ты мне делаешь комплименты сегодня в течение дня, а я тебе не делаю. Вот я хочу сказать, что я уже несколько лет с личного с тобой знакомства просто восхищаюсь твоей щеколоткой. Да, она мне всегда это говорит, про мою щеколотку. Восхищаюсь твоей зоной декольте, обалдеть сань. Несмотря на мой вес послеродовый. Ну, ты куркурентная, да, но ты же, ты кормишь еще груди, все в порядке. Ну, почти, уже почти нет. Ты решишь этот вопрос, это вопрос просто времени. Ты в инстаграме, ну, такая вот сильно... Крупнее, да? Большая, крупная. Но в жизни вот эта вот щеколотка, ты такая утонченная, просто какой-то... Это какая-то фантастика, я не могу это передать. Она мне каждый раз говорит про мои щеколотки, Наташа, потому что мы, когда были на красивых играх, знаете, какое все там, Яна, какой тональный крем, какие румяна? Берет микрофон, Яна, какие щеколотки? Я просто с ума схожу. Я за своей вот этой вот рукой, вот это место, щеколотка, там, ноги, не знаю, как это, как Волочкова показать. Я просто, ну, так, для меня это такой труд титанический. Ой, ты так похожа на Дженнифер Лопес, когда повернулась, боже. Титанический это делать. А у тебя это так красиво, просто... Спасибо, спасибо большое. Да, и в кадре ты смотришься очень красиво. И она говорит, я боюсь в кадре рядом быть с тобой. Ну, потому что она такая миниатюрная, такая хрупкая, стройная, очень, Наташа, хорошо выглядит. Ну, мы великолепны, посмотри, посмотри, великолепны. Я буду ходить 23 мая. Ребята, кто со мной, подключайтесь. Скоро я приезжаю. Я тоже буду ходить. Вот, давай вместе. Все, комплименты друг другу сделали. Я еще хочу тебе сделать комплименты именно твоей аудитории, твоему общению. Да, у меня офигенная аудитория. У тебя такие теплые девочки. Я знаю, что вы здесь точно будете смотреть, и это подтвердите в комментариях ниже. Прямо, Наташа, сейчас мне надо, чтобы ты посмотрела прямо прямо. Умай мы твой разыграем сейчас. Как ты добилась такого теплого взаимоотношения со своей аудиторией? Слушай, я говорю, ты говоришь, а я улыбаюсь сразу про них. Ну, потому что я такой человек, я всегда за общение. Говорю, у меня аж мурашки, прикиньте. Я говорю, я всегда за общение. Потому что, видимо, мои обстоятельства в жизни, вот эти какие-то сложные, тяжелые. Я не знала, это просто. Да, то есть я даже делала, у меня было сообщество, кто в этом был. История Яны Пэта было закрытое сообщество. Я поделилась там еще такими очень глубинными откровениями. Это своего рода было для меня как терапия. И вырученные деньги мы отдали в дом сирот. Потому что я сама сирота, и мне хотелось детям помочь. И в то же время мои какие-то близкие подписчики, они меня узнали еще больше. Все, конечно, были в шоке. А что ты такое основное рассказала, что их поразило? Расскажи. Что рассказала? Ну, про отношения моей дедушки с бабушкой. То, что когда мы переехали, вот у меня папа, получается, его родители, никак нам не помогли. То есть, когда мы переехали, мы жили в одном дворе, и они, ну, совершенно не прониклись. Тогда же папа умер? Да, тогда папа умер, и они отреклись. Ну, не то чтобы отреклись, такое слово, слишком, наверное, тяжелое. Но они со мной не общались. По какой причине, я не знаю. И сейчас не общаются? Ну, дедушка умер, бабушка общается, да. То есть, там было все сложно. И я такой ребенок была, которая, знаешь, росла. И мне вот, видимо, настолько я... Вот многие же по-разному, да, психики реагируют. Кто-то закрывается, да, уходит в депрессию, а мне наоборот. Мне нужно было, чтобы меня окружало много людей, чтобы меня любили, чтобы я как-то вот вдохновляла. Маму, прям вообще. И из-за этого вот у меня такое ощущение, что со мной постоянно должны быть люди, что, возможно, где-то непроработанная эта фигня вот с этим одиночеством тотальным. Но я его сейчас... А я всегда прячусь, я всегда хочу быть одна. Вот. Ну, у всех по-разному. Я, конечно, была много людей всегда. И моя мама, вот несмотря на то, что ее было очень мало в моей жизни, я даже вот ходила там всяким тарологом-нумерологом, как он любил говорить, но они мне все говорили, и я это тотально чувствую, вот именно вот эта уверенность, именно вот это желание жить, потому что вас ничего не будет так вдохновлять, как желание к жизни. Именно сейчас не нужно... Говорю, опять мурашки побежали. И не нужно жить прошлым, потому что если я бы постоянно опускалась в это состояние, я бедная, несчастная, мне жаль, я благодарна жизни своим родителям, но мне нужно идти дальше. И вот это состояние, именно жизнь сейчас, вот прям в моменте, когда ты ощущаешь... Вообще как ты проработала? Знаешь, когда нет энергии денег, и ты не понимаешь энергию денег, как ты смогла вообще заработать? Вот как ты могла в себя поверить настолько, что ты сейчас носишь, что у тебя вот тут все было... Да, я сняла, чтобы не гребело в кадре. У тебя тут роликсы, там, кортье, там все что-то такое. Да, да, я люблю люкс, я люблю люкс, ребята. Я человек, выросший в бедности, я люблю люкс, комплексы. Не, ну мне просто эта энергия, которую мне... Я зарабатываю, мне нужно эту энергию еще почувствовать. Поэтому я покупаю, я себя люблю радовать. Есть такой стереотип, нежели богато, нечего начинать. Да, да, да. Как ты этот стереотип поверила? Я поняла тебя. Как ты смогла поверить, что ты можешь, чтобы в это идти не страшно, что зарабатывать это не стыдно, зарабатывать это хорошо. Мы вчера с тобой разговаривали, что ты своей дочке показываешь, как можно тоже жить, зарабатывать. И моя мама мне это показывала. На небольшой период своей жизни. То есть мы ездили, отдыхали. Она занималась торговлей, но она старалась максимально как-то мне показать. Вот мы там ездили отдыхать. И может быть этот момент, он тоже имеет место быть в моей жизни. Но психологи говорят, что до трех лет основной момент психики формируется. Потом до семи лет. Да, да. Тотальное желание жить, просто жить. Потому что я старалась не погружаться в это состояние. Хотя вроде бы я маленькая была. Жалости к себе. Да, жалости. Я не любила, потому что в школе тоже вот этот момент, что ты сирота. Меня постоянно, привет, 61-я школа Челябинск. Постоянно вот этот неправильный подход. Преподаватели где-то, возможно, что постоянно тебе напоминают, что ты сирота. Вот тут дети... А тебе государство-то дало квартиру? Нет. Ты что, мне платили 800 рублей детское пособие. 800 рублей. Потом нам подняли до 1700. Как бы не проживешь, это мягко сказано было. И действительно, когда ты в этом состоянии, еще везде тебе это напоминают. То есть в школе, родители. Поэтому обязательно, если кто-то в такой ситуации, старайтесь, чтобы ребенку не напоминали лишний раз, что он там сирота. И вызывать это тотальное чувство одиночества, это, конечно, очень плохо. И как я к этому пришла? Во-первых, хотелось очень сильно жить. Хотелось, наверное, какое-то состояние, что на этом все равно жизнь не заканчивается. Вот оно ко мне как-то само пришло. Без психологов, без каких-то глубинных проработок. Вот оно само ко мне пришло. И я, возможно, мамина, вот то, что она меня приучила постоянно, нужно работать, нужно работать, нужно развиваться. Я никуда там не стояла. Я даже в институт пошла. У меня образование пиар-специалист. А, ты еще и в институте отучилась? Да, я еще и в институте отучилась. То есть ты пошла после школы работать, но потом пошла в институт? Да, да, потом пошла в институт еще параллельно сама пошла, отучилась, платила сама, что у нас там мы с Ромой зарабатывали, в кучку складывали и сами платили. А Рома это мужчина твой до конца жизни? Я думаю, что да. Он прям, ну вообще, мы вот, мы даже какие-то одинаковые, вот в мыслях, в направлении, ну вот как-то вот так вот оно сложилось, вот оно сошлось. Он твой родной человек или твой муж? Слушай, ну интересный вопрос. Он однозначно мой, наверное, партнер и муж. Я вот все, наверное, вместе. Я не могу это разделить, наверное. И муж, потому что он прекрасный отец, просто он любит детей своих безумно. И партнер, потому что мы все решения вместе принимаем и по бизнесу. А он только мучник? Нет, нет, он вообще нет, не про это. Ты что, на нем где залезешь, там и слезешь. Нет, он не про это. Если он почувствует, что ты там где-то начинаешь, нет, никогда. Он всегда прислушается к мнению, но... А ты считаешь, что вот калученька-то плохо? Я считаю, что мужчина все равно должен какой-то... Не в том плане, что вот полностью со всем соглашаться, что какое-то свое мнение, как-то вести диалог. Потому что мнение, оно должно быть разное. Не смотреть просто в род жене, а все равно как-то вместе принимать. Не могу сказать, что это было. Когда вы квартиру выбирали, его было решение это делать или твое? Когда мы выбирали первую квартиру, нет, мы совместно говорим, нам надо расширяться. Мы жили, ну, в обычной такой квартире. А дизайн кто все придумал? А вот Рома у меня делает полностью дизайн. У него талант дизайнера, да. Он делает в первой квартире дизайн, во второй. Я только говорила, мне нравится или мне не нравится. И студию он, да, сделает? Ну, студию мы вместе делали, да. То есть там три, и дизайнер, и я, и Рома. Но вот квартиру, у него прям, вот знаешь, какой-то талант. У него очень какая-то такая фантастическая. Да, можете в хайлайцах рум-тур посмотреть. Самое главное в жизни, это действительно, не то чтобы там найти своего человека, это важно, но самое главное... Быстрить с ним отношения, поддержку. Да, отношения и разобраться в первую очередь с собой. Знаю, что ты сейчас из дома меньше, чем за полмиллиона не выезжаешь. Ну да, с мастер-классами, да. Я уже, Наташа, знаешь, я объездила всю страну с мастер-классами. Начинала я, у меня первый гонорар был 20 тысяч рублей. И когда я начинала, это больше была история вообще не про деньги. Мой первый мастер-класс был 50 тысяч рублей. О, ты видишь, еще нормально. А пришли ко мне 100 человек. И организатор, конечно, был счастлив. Заработок, да. Вот у меня так было в Польше. Мастер-классы я тоже. Райдер правильно не выстроила? Да, у меня не было райдера, я даже сама прилетела. Ну, мы, как мне всегда говорят, учимся там на своих ошибках. Вот, поэтому у меня, кстати, будет менторский курс. Вот буду там тоже обучать на спикеров. Как вообще стартовать, как развиваться. Вот решила я тоже. Интересная, конечно. Да, да. Мне очень нравится. Я просто умею людей направлять. Мне нравится видеть результат. Я очень люблю видеть результат. То есть у меня нету конкуренции. Потому что если была конкурент, ты меня тоже понимаешь, что не было бы команды тогда. Ты бы ревностно относилась бы к клиентам. А вот как они. Поэтому, а я наоборот, я люблю наставлять. Люблю такая, может, училка где-то в душе. Мне тоже задают вопрос, кем бы вы хотели быть раньше. Я прям мечтала быть учителем начальных классов. И я поэтому всех учу до сих пор. Даже в семье своей я тоже всех учу. Теперь моя дочь всех учит, поэтому я ротик на заблочке. Дочь у тебя вообще огонь, пожар. Капеллы немножечко, раскапелем чуть-чуть. Ты когда разбираешь образ, чтобы повторить его, ты прям тотально подсматриваешь и за моделью, на которой ты будешь это делать, и за звездой, да? Да, да. У меня нет цели сделать из тебя прям Дженнифер Лопес. Чтобы вайб был, да? Да, чтобы был вайб, такое настроение, такая немножко ты латиноамериканочка. Ну, в общем. Давайте я расскажу, чтобы значимости придать вообще действиям Яны. Она сделала парик. Парик стоит 58 тысяч. Это для того, чтобы на один раз меня снять здесь для вас. Она мне сделала линзы. Причем линзы моего же цвета только с прожилочками, которые дают более такой... Коричневый, да. Искрящийся взгляд. Она сшила мне платье. Почему я это все знаю? Потому что она меня измучила. Я еще с декабря знала, что Яна едет, потому что парик начал изготавливаться... Да, в декабре. ...очень давно. И она мне... Я измеряла каждый свой сантиметр своей головы от уха до затылка. Я узнала, как измеряются вот эти головы. И даже когда я ей сказала, белые туфли у меня есть, ее это не удовлетворило, она привезла и купила туфли. Она даже купила очки для образа, шляпу и кое-что еще. В общем, вот так вот девочке надо готовиться к звездным выходам. Я вообще нормальная модель, я все терплю, все хорошо. Ты как я, я тоже когда садюсь, садюсь на макияж, я вообще, я клиент. Я вообще ничего не знаю. Ничего не знаю. А кто больше студией занимается, муж твой или ты? Больше, наверное, я, но у меня управляющая больше. Вот как бы я все-таки как такой креативный директор. Но ты с управляющей все вопросы решаешь, да? Да, я с ней все решаю вопросы. У нас еще же офис, мы же теперь не такой, конечно, большой, но я буду стремиться, Наташа, ты у меня мотиватор мой. Слушай, ну когда у меня кисти были, у меня вообще офис был 6 квадратов, а у тебя 10. Да, у меня даже побольше сейчас, мы чуть переехали, там у нас уже 30. Уже просто 30. Яна, ты сразу решила ко мне поехать или выделывалась? Нет, я сразу. У меня просто, я говорю, что маленький низклазик, я сразу вообще не было такого, что я там не поеду. Я сразу хотела. Просто из-за малыша вот думала, как это все сделать, и вот, знаешь, все совпало. Сейчас тебе сделаю кошачий уголочек. Расскажи вот как ты его делаешь, почему ты его делаешь. Я люблю кошачьи. Ну только, знаете, я себе не делаю, потому что у меня глаза близко, у кого расположены, да, то... А мне хорошо. А тебе очень хорошо. Глазик, например. Кошачий уголочек, здесь надо, во-первых, стойкий продукт, обязательно, либо тинт. Какой ты взяла? Я беру вообще Стейси Алекс, вот такая, это тинт черный, можно брать любой другой черный тинт, либо гель. Ты недавно красила Асти. Да, да, Аня. Я же ее фанатка. О, мы тоже. Мы, у нас каждый корпоратив не проходит без песен Ани. Это сто процентов. Но там была другая история, она на тебя была подписана, да? Да, она была на меня подписана, а я даже об этом не знала. И потом я, когда увидела, я написала, говорю, Аня, здравствуйте, так круто, говорю, мне так приятно. В общем, говорю, будете там в Челябинске или где-то, давайте законнектимся, я вас накрашу. Да, я вас накрашу, и так получилось, что она приезжала с концертов в Челябинск, вот, и я понимала, что я до нее не допишусь, так как, понятно, там огромная фан-база в директе. Я написала Соне, говорю, Соня, как можно связаться? Соня это? Да, ваш уже герой был. Соня Мирон, она говорит, давай, давай, потому что она ее очень часто красила, и она меня свела с менеджерами, и, в общем, я накрасила Аню, ей очень понравилось, и этот макияж видел весь Челябинск, потому что она выступала на дне города, и было очень классно. А вот у тебя после этого макияжа прибавилось клиентов? У нас в студию очень много стали, еще точнее клиенты, прям, знаешь, как новый поток пошел. Ты так вот посмотришь, как-то вот так, и ты очень похожа на Джейлер Лофес, ну, вайп такой, знаешь, Джейлер Лофес, секси. Аня очень классная, я была просто в восторге, мы так с ней легко проработали, так было комфортно, она очень клевая. И концерт, она нас потом пригласила на концерт, мы поехали, танцевали там, в общем, было круто. Слушай, вот у нее такое немножко отечное лицо, что ты делала для того, чтобы убирать вот эти отеки? После макияжа этого вообще не было видно у тебя, я вот там посмотрела. Понятно, артисты, у них очень много концертов. Да, да, без осуждения, просто что ты делала, чтобы это убрать? Она, во-первых, накануне сделала маску какую-то, и маска слишком много, потому что я вот не люблю, когда долго маску держат, ее надо убирать чуть-чуть. Маска питательная какая-то? Да, питательная, какая-то корейская, я даже не знаю какую. Я когда начала наносить, я вижу, что тон немножко начал кататься, и вот я предварительно ее увлажнила, но когда выступление, я не наношу очень много ухода, то есть стараюсь прям минимум использовать, чтобы не навредить коже, не то чтобы не навредить, а чтобы излишка ухода не было, и тон тогда держится гораздо дольше. А какой ты тон используешь, чтобы на сцене было все? Я смешивала ламер, смешивала, добавляла чуть худу и чуть-чуть дольше. То есть делала такой на худе, на плотном таком очень слухом тоне? Нет, я его всегда подмешиваю, я его не использую как в чистом виде, я его немножечко прям подмешиваю, чтобы вот, знаешь, чуть-чуть создать вот этот эффект стойкости, то что вот все-таки худо, эстелаудер, твой тоже тон, вот они хорошо очень держат, именно вот себу особенно, потому что концерт, это всегда много движений, все будет течь. А жесткую коррекцию ей делал? Многие думают, что я делаю прям жесткую коррекцию, нет, я не делаю жесткую коррекцию, то есть я делаю такую сияющую кожу, устойчивый тон, и потому что, знаешь, в чем особенность минуса жесткой коррекции? Но ты делаешь не жесткую коррекцию, ты делаешь жесткое высветление достаточно. Да, я высветление делаю хорошее, но смотря какими продуктами, то есть миксовую твой консилер, допустим, с туфейсом, и как раз этот эффект объема получается в центре лица, а именно с половую точку я не всегда прорабатываю, потому что, когда при повороте головы часто бывает, что перебор с корректором, и на сцене это очень сильно видно. Сейчас такие софиты? Ну да, но звезды же все очень стройные, худые, сильно-то не надо это корректировать. Низглазик, поэтому больше, знаешь, я больше, для меня коррекция больше заключается в румянах на самом деле. Румянах, хайлайтер, консилер, вот это основной. А саму именно скуловую зону не всегда я делаю, редко-редко. Но ты делаешь кожу всегда теплее и темнее, чем у человека есть на самом деле? Нет, не всегда. Если я, допустим, бронзер использую, мы Наташу, кстати, тоже забронзировали здесь, то я использую, конечно, теплый тон, чтобы тональность цвета соблюдалась. Любишь в своих работах, в итоговых, все-таки более теплую, да, заварелую кожу? Да, теплую наверх. Чаще всего теплую. Сейчас на нижней мы с тобой коричневую нанесем тушь. Я часто вот коричневую люблю на нижние ресницы использовать. Скоро в бренде выйдет коричневая тушь. Это вообще просто лакшери. Кого из популярных визажистов ты смотришь в мире? Ну, не обязательно в России. Из заграничных кто мне нравится? Мне нравится Патрик Та, Хун Ван Го, как-то так. А он тебе нравится потому, что он звезд красит или потому, что он бренд делает? Или потому, что его работа? Нет, мне нравится звезд, как он красит. То, что они разнообразные такие образы постоянно. Вот, мне нравится. Не могу сказать, что мне все, понятно, нравятся. Ну, и больше, знаешь, я еще смотрю не только, как человек красит. Ну, вот мне нравится еще как личность. Как вайб, да? Да, да. Вот вайб какой, как он работает. Вот это все, ну, для меня прям первостепенно. Я человек румяна. А это что за румяна? Это какой-то тестер? Это румяна Make Up Forever. Нет, это не тестер, это просто рефил. Но это же не значит, что ты любишь персиковые. Вот на тебе розовые. Нет, я всегда под образ подстраиваю. Но в основном вот часто я миксую все румяна. А ты шапоголичка? Слушай, раньше... Бьюти-шапоголичка. Раньше я была бьюти-шапоголичкой. Сейчас уже поутихло у меня это. Да? Вот у меня тоже как-то. Я прям не могла мимо ни одного нового продукта пройти. Сейчас как бы по необходимости беру для студии, что нужно. Тебе бренды много еще дарят, да? Ну, сейчас уже немного. Сейчас много кто поуходили с рынка, поэтому... Раньше, конечно, было прям дофига. Так, сейчас я чуть-чуть вот еще румяна. Это Make Up Forever. Сейчас скажу, какой оттенок. Потому что его тоже люблю. Б306. И сейчас будем расставлять блики. Мне надо тоже теплый такой хайлайтер. Диор у меня есть. Тоже персиковый. Не хайлайтер, а как румяна. Да, он типа хайлайт, румяна. Я не люблю сильно много хайлайтера. То, что чуть-чуть бликовые элементы расставим на нос. И немножко вот здесь. Хотя Джей Ло – это всегда такой глоу. Но у нее все равно он деликатный глоу. Кожа сияет, да? Да, сияющий, но такой в меру сияющий. Какие у тебя планы и мечты? Планы? Я, конечно, хочу развиваться также в менторстве, преподавательской деятельности. И, конечно, хочу бренд развивать. Очень-очень хочу. Люблю косметику. Обожаю ее. Так, сейчас мы будем делать губы. Карандаши. Я тоже очень люблю твои карандаши. Не знаю, они выпускаются сейчас или нет. Да, была задержка их. Но Флоренция сейчас есть. А скоро прям будут все. Прям вот едут уже. Прям на днях уже будут. Может быть, когда этот ролик вышел, они уже есть. Ну, круто, круто. Ну, это, конечно, у нас один из топовых продуктов. Да, его, ну, я его тоже очень люблю, обожаю просто. А ты какие карандаши любишь? Флоренция. Гарда, наверное. Гарда, да. И еще был такой светлый какой-то. Верона. Верона, да. Венеция еще такой прям сильно светлый. А Верона такой шоколадненько-светлый. По-моему, вот, да, Верона, Верона. Кстати, вот у Дженнифер Лопес, я у нее замечала, она вообще сильно за контурок выходит. Было обидно, когда первый раз начали хейтить челябинские губы. Прошла этот период, когда меня что-то обижало. Я могу просто поржать, постебаться тоже. Ну, губы, губы. Я не обижаюсь на такие шутки. То есть, ну, есть. Я могу поржать, сказать, что, ну, блин, я, конечно, за профессиональную этику, но лично вот на свое я не обижаюсь. То есть, ну, губы, губы. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Постебать я могу вместе. Если меня там кто-то обзывает, я могу так же. Вот. Не обозвать именно, а именно просто, ну, как-то отшутиться вот на эту тему. После этого чуть-чуть берем пудры и вот так вот как бы приглушаем. Это для стойкости. Я, кстати, первый раз вот это увидела, когда мне делала макияж Лена Мельшик. Ага, да. Я вообще никогда, как бы у меня не было соображаловки, не работало, чтобы пудры закрыть. Еще я потом могу взять чуть-чуть вот темного карандаша. И вот, знаешь, прям локальненько вот именно под контуром чуть-чуть пройти. Тинт от ОК Бьюти. Он такой коралловый, но его надо растушевать хорошо, растянуть. И от центра прям делаем. Я обычно тоже блески смешиваю. Я возьму очень классный, есть еще у Буксом. Они такие, знаешь, прям пламп эффект. И вот Шесейда я люблю. Он прям свежий такой вот персик. И когда все смешивается, получается такой непонятно персиковый оттенок. То есть вроде бы тут один цвет, там другой. И сверху немножко вот я люблю после вот таких типа помад и блеска чуть-чуть на центр блеск с микро-микро блестками. Вот. И тогда получается такой пламп. Полные пухлые, сочные губы. Я тебя сама, честно говоря, не узнаю. Потому что ты вообще другая. Мне даже вопросов уже нет. Я уже даже спрашивать ни о чем не могу. Да, мы уже замерли. Вот сюда чуть-чуть тоже. Вообще я не люблю хайлайтер под бровью, но его можно чуть-чуть вот в таком именно образе слегка нанести. Вот чуть-чуть. Он, знаешь, как бы соединяет. Когда в сторону будешь головой там поворачивать, у тебя будет такое красивое сияние. Ну вот прям капельку. И я не люблю, знаешь, плотные хайлайтеры. Вот мне нравятся такие вот прозрачные. Ты сделаешь какой-нибудь? Да, я сделала тоже такой человеческий, настоящий прозрачный хайлайтер. Вот, чтобы он такой давал эффект. Скоро будет. Да, прям вот как вторая кожа. На хайлайтере, который видно из космоса, уже мода прошла как будто бы, да? Да, да. Мода прошла, и я их, честно, сама никогда не любила, потому что текстура кожи сильно подчеркивается. И в конце я еще, знаешь, у меня всегда, когда заканчиваю, я как-то вижу, ну где мне блик еще хочется добавить. Я вот чуть-чуть хочу тебе еще на центр. Особенно это видно вот после ресниц. Вот когда ресницы поставишь, хочется немножко... Я чуть-чуть тебе возьму чупа-чупса. И вот сюда прям, на центр, где реснички. Шарлотта молодец, уже столько сидит, она не устала. Я сегодня говорю, Шарлотта и Наташа сегодня у меня в одной тональности. Две карамельки. Шарлотта на бис. Да, карамельная. Даже все, видишь, вы сливаетесь даже немножко. О, такая латино. Вообще. Ян, мы всегда что-нибудь дарим за хорошие комментарии. Да. Плохие мы тоже приветствуем, но дарим мы только за хорошие. Давай твой какой-нибудь онлайн подарим. Да, можем подарить будущий нам красиво. Посмотри, пожалуйста, в кадре я немножечко... Вот, дайте мне. Слушай, а может быть билет подарим на нам красиво? Да, давай на нам красиво подарим. Это же очень круто, мероприятие, за которое нужно кучу денег заплатить. Яна вас пустит бесплатно. Да, давай, давай подарим на нам мероприятие. Можно, 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 я разрешаю. Ну, потому что это очень крутое мероприятие, его точно надо посетить. И представляете, вы можете... Я очень буду еще ждать тебя. Это же в Москве будет, да? Да, это будет в Москве, 23 мая. Ну, я тоже комментарий напишу. Обязательно. Я тебя жду в первых рядах. У нас будет отдельно для визажистов, для создателей бренда отдельно столик. В общем, я всех жду. Ну, конечно, пишите, как вам этот образ, как вам история Яны, ждали ли вы ее. Ну, и пишите, как я вам, красивая? Нет. Мне кажется, очень красивая. Во-первых, ты от природы очень красивая, но я хотела тебе немножко добавить, тебе какое-то что-то другое. И мне кажется, тебе очень идет. Особенно две тонны волос. Природа меня так не наградила. Ничего страшного. У меня аж три перчика. Все звезды носят парики. Потому что это удобно. Не надо прическу делать. Это удобно. Прическу, во-первых, столько укладок, волосы порчатся. Натуральный парик и все. И каждый день образы можно менять. Спасибо огромное. Наташа, я сейчас хочу завершить немножко еще образ. Это еще не все. Можно? Подарок. Это очки. Я знаю, что ты фанатка очков. Да, я фанат очков. Очков у меня много. Чтобы папаранцы тебя не слепили. Боже мой. Хочется в этот момент открыть рот и быть такой дурочкой. Как вам наш образ? Пожалуйста, подписывайтесь на канал. Обязательно ей пишите добрые слова. Приезжайте к Яне на мероприятия. В онлайн. Будьте пользователем ее всех проектов, бренда. Мне было очень тепло и хорошо. Спасибо. Мне тоже, Наташа. Я очень рада. Я, ребят, всем вам желаю позитивного настроения. Я вам желаю наслаждаться этой жизнью, чтобы вы получали кайф от того, что вы делаете. Это очень важно. А мы вам будем всегда в этом помогать. Если вы особенно придете ко мне учиться на визажиста. И косметика Наташи тоже помогает раскрывать женскую красоту. Это немаловажный факт, но, между прочим. Спасибо. Все, спасибо. Заканчиваем. Ура. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok